В Инжинской средней общеобразовательной школе, что в Тульской области, в феврале традиционно проходят школьные рождественские чтения. В этом году они совпали с работой стажировочной площадки для учителей, преподавателей курса «Основы православной культуры», рассказывают наши коллеги. Школа начинала у нас работать по концепции школы Льва Николаевича Толстого. И нравственные принципы, которые реализовывались в этой школе, сегодня у нас воплотились в рамках духовно-нравственного развития на основе православных традиций. Когда речь идет о проблемах усвоения образовательных программ, прежде всего на первом плане стоят личностные требования. То есть то, насколько личность готова к воспринятию этих новых стандартов. А что именно здесь в личностных требованиях? А на первый план здесь выходит именно умение ребенку самому заниматься, самому узнавать, самому искать, исследовать. То есть процесс, что самообучение, саморазвитие здесь. Мы должны формировать российскую гражданскую идентичность. Потому что в этой российской гражданской идентичности как раз и что? Заключается вот это ядро национальной самобытности. Творческий коллектив учащихся подготовил для гостей школу спектакль «Откуда есть пошла русская земля» с озвученного теме школьных рождественских чтений, посвященных 900-летию со дня прославления преподобного Нестера Летописца, главным подвигом жизни которого было составление повести временных лет. Вклад Нестера Летописца в русскую литературу и культуру по достоинству оценили не только историки. Русская православная церковь возвела Летописца в ранг святых. Мы проводим такие семинары и встречи и показываем основные акценты на то, что как необходимо нам преподавать в школах те знания и те навыки, которые приведут детей к тому, что они будут правильно понимать историю и стремиться к тому, чтобы не забывая ее жить по тем законам и направлениям, которые дает нам современное время и история на борьбу с теми изменениями и с теми пороками, которые есть в нашем времени, в нашей жизни. По завершении спектакля хозяева и гости рождественских чтений побывали на двух открытых уроках по предмету духовной наследия России. Первое занятие «Исполнен долг, завещанный от Бога» было созвучено теме школьных рождественских чтений и посвящено нестру летописцу. На тематическом уроке «Оптина пустынь. Духовный центр России» учащиеся ознакомились с житием и трудами преподобного Амроси Оптинского, богомудрого учителя веры и благочестия. Эти уроки учат не только думать, размышлять, возвращаться к истокам, где-то в иной мере копаться в себе. И ученики в вашей школе в ситуации выбора выберут правильный жизненный путь. Преподобный Амросий Оптинский говорил, что как бы ни был тяжелый крест, который несет человек, дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца. Поэтому задача педагога – научить детей жить подобно вращающемуся колесу, которое одной точкой едва касается земли, а остальными стремится вверх. Субтитры создавал DimaTorzok